всем привет с вами Хан Евгений канал Кризи Майнинг и в сегодняшней ролике мы поговорим про новый майнер от компании Байкал под моделью БК-G28 поехали если говорить про внешний вид данного майнера то могу сказать что вот он такого двухэтажный то есть в принципе есть вентиляторы вот такие интересные покрытие корпуса выполнено в таком необычном стиле то есть они сделаны матовым и в принципе он ну как мы видим не оставляет никаких отпечатков пальцев отличие от других задняя часть майнера то есть она отличается от его предыдущей модели все предыдущие модели они здесь так ярко светились сейчас небольшая такая посветка синим и красным то есть в принципе ничего такого меганекс ординарного но в целом вот вот эта вот решетка тоже достаточно интересно выполнена вот в комплекте идет вот такие вот получается четыре разветвителя это связано с тем что на стандартном блоке питания там идет если не требовать 8 пинов а здесь соответственно их всего 14 и соответственно вот требуются такие переходнички а теперь давайте поговорим немного о технической части данного майнера для начала хотел бы сказать что на сегодняшний день он занимает твердое четвертое место это 23 доллара давайте зайдем вовнутрь что показывает вообще в принципе какие показатели и что есть как я уже говорил то есть данные майнер является мульти алгоритмичным естественно у него есть всего 8 алгоритмов среди которых есть такие известные как с 11 в принципе также кварк я слышал день ну и самый-самый прибыльный считается вот получается алгоритм бросов а конкретно бросал coin попозже поговорим о ней поподробно данный майнер весит достаточно достаточно увесистый 650 при этом потребляет не так много максимально 1300 ватт но конкретно на том алгоритме который нам требуется он потребляет всего 450 ватт и собственно я буду показать я уже предварительно все подключил подключил именно вот на бросал coin про который имя он говорил ну и вообще давайте немного остановимся на именно админке данного майнера то есть как обычно байкал на самом деле молодцы сделали все круто то есть как мы видим здесь вот стоит в общей сложности восемь-семь ватт соответственно каждый из них вырабатывает на конкретно данном алгоритме по 4 гига хэйшен напихано большое количество чипов 96 соответственно температура держится на уровне по уровню шума но мне конечно слышно на фоне не громче чем из 9 но но в принципе далеко не такой тихий как и предыдущие модели от данного производителя байкала подключила все это дело на на пол суперновая ссылку под него и на него я оставлю ну а пока что давайте вот поговорим про помимо того что то есть вы можете вводить свои пулы которые вам требуется то есть на ваше усмотрение здесь также есть вот такие еще несколько пулов то есть конкретно если говорить продаж и вот три пула да ну а если говорить про мультипульный csnd здесь есть на хэш на хэш на хэш и предлагается всего пять алгоритмов то есть конкретно кто-то алгоритм который нам нам требуется на хэш и нету но тем не менее есть другие то есть вы просто одним нажатием вы можете сразу убить у вас появится огромное количество вот не огромных 5 конкретных настроек и вам остается только бить вашего юзера и все то же самое можно сделать и с маленькой пул хавом или за пулом вот но я не буду сейчас подробно на этом останавливаться потому что данная монета помогает самим профитными также данным админки вы можете регулировать скорость скорость ваших вентиляторов соответственно можно добавлять какие-то еще дополнительные другие настройки вот теперь вот собственно сам пул трс supernova cc все подключил хэшрейт выдает достаточно неплохой давайте немного поговорим про данную монетку пока что вот грассел коин на каймаркет кэпе занимает какое-то место 132 место то есть общая катализация 38 миллионов в принципе не является конечно лидирующей позиции но также не является самым плохим я знаю что многих в принципе интересует именно многие переживают о том что сейчас купят данный манер и с ресурсом он обесценится то есть его прибыльность обесценится именно конкретно данной валюты безусловно такой риск присутствует но судя вот по данному графику это вот хороший сайт я нашел график сложности где вы можете отследить в принципе насколько растет сложности что не знает то есть прибыльность вашего майнера она зависит она зависит от двух показателей это курс самой малюты которая добывает но и второе это сложности то есть чем больше сложность тем соответственно меньше монеток отбывать и но естественно меньше эквиваленции в деньгах 5 убивается тоже ну вот можно посмотреть то что сложность данного майнера явили сложность данного алгоритма вели данной монетки, она, в принципе, всегда держалась на стабильном уровне. В последнее время, конечно, вот чуть-чуть подросла до, получается, с 50 её клещей до 70. Ну, в общем, подросла чуть-чуть, но, тем не менее, держится на пределах нормального уровня. Учитывая то, что BitMind и все другие алгоритмы, они сейчас заняты, другие производители, они сейчас заняты увеличением мощности и выпуском новых майнеров на Bitcoin, скорее всего, или на Bitcoin Fashion, так иначе на шабле 56. Скорее всего, в ближайшее время не ожидается то, что другие производители выпустят майнеры на данном алгоритме и, как следствие, соответственно, не будет, ну, такого прям жесткого увеличения сложности. Она будет, но такого жесткого не будет, даже если учитывать то, что сейчас, ну, выйдет, я не знаю, 500-1000 штук данных майнеров, так или иначе, это сильно не повлияет на мощности и, ну, можно прогнозировать то, что курс у данной монетки, вернее, прибыльность данного алгоритма, прибыльность данного майнера, она будет держаться на стабильном уровне. Вот это курс мы увидим, да? Был, конечно, памп, да, в марте, в марте 2018-го, ну, а в последнее время, в принципе, надежда на достаточно стабильном уровне. Вот. Помимо, если даже абстрагироваться вот конкретно от данной монетки, да, можно взять другие алгоритмы, то есть такие, как X11 Goals, Cain и NIST, на самом деле, то есть, большой выбор. И здесь я специально предварительно подготовил, то есть, полный список валют. Это, так же, можно посмотреть на W2Main, то есть, и здесь вот вы можете посмотреть, какие вот это монеты, которые майнятся вот конкретно на алгоритме Grussell. Вот это на алгоритме X11 и X11 Goals, ну, их множество. Данные потом Quart, Nubit, Maria Grussell, NIST 5 и Cain. В общей сложности я насчитал около сорока монет, и даже если учитывать то, что данный майнер, ну, со временем данный показатель не упадет, то есть, мультиалгоритмичность данного майнера, она, конечно, ну, это большой плюс, и, на самом деле, это очень-очень круто. Я еще нагросил и пытался настроить все это дело на монетку Diamond, но у меня не получилось, потому что что-то он в булы не цеплялся, и, в общем, кто там приверегил. Так вот, на данной монете, если посмотреть, при мощности 28 гг. дэши, и потребление, ну, там, плюс-минус, на самом деле, энергопотребление не столь значительное. Он выдает 204 доллара в день, ну, это прям что-то космическое, что-то очень-очень интересное. Данная монетка, кстати, торгуется на Битлсе, так что ее можно обменять, просто, ну, в пуле. Вот. Теперь давайте немного поговорим о том, сколько будет данный майнер отбиваться, исходя из сегодняшних показателей, а это 28 октября. То есть, стоимость данного майнера составляет 118 тысяч рублей, и если брать, допустим, то, что он будет добывать 24 доллара, то возврат инвестиций будет примерно 74 дня. Понятное дело, что прибыльность, она может быть как большую, как в меньшую сторону, но и даже если брать по среднему показателю из 8 алгоритмов, которые здесь бываются, а я взял это примерно 5 долларов, то данный майнер будет добиваться, ну, максимум у вас в год. Так или иначе, на фоне того, что в ближайшее время планируется памп рынка, я уверен, что Bitmine в ноябре перед выпуском своих новых майнеров они выпустят, то есть они пропампят рынок либо в биткоин, либо в биткоин кэшли, и, как следствие, ну, все остальные криптовалюты, они пойдут вверх. В общем, я думаю, что данный майнер, ну, как минимум, будет отбиваться где-то у вас примерно полгода. Так или иначе, среди всех новых моделей, которые выходили на, ну, в последнее время, данный майнер, как, в принципе, всегда, все майнеры от Байкала, они себя радуют тем, что они, как минимум, свой нестандартный подход.